Друзья, я вас всех приветствую. Сегодня мы вам покажем ситуацию, в которой невиновного осудили. Я надеюсь, вы досмотрите это видео до конца. И прошу обратить внимание на все обстоятельства. И дай бог, чтобы вы никогда не попали в данную ситуацию. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Сафронова Елена. Скажите, что у вас произошло? 16 мая 2015 года мы направлялись с мамой из Воронежа в сторону Курска. Курска в деревню. И на перекрестке Воронеж-Латная произошло ДТП с участием моей машины, которая ехала по главной дороге. И был за рулем дедушка Volkswagen Polo. Вольф. Он выезжал со второстепенной дороги в Слатный, да. Произошло столкновение на перекрестке, он мне не уступил дорогу. И в итоге обвинили в аварии меня. Расскажите, что вообще там на месте произошло, когда уже было совершено дорожное транспортное происшествие? Водитель того транспортного средства, Volkswagen и пассажир, как они себя видели? Ну, когда мы остановились, мы увидели, что водитель сразу выскочил с машины и стал названивать по телефону. А его пассажирка оказалась врачом. Вот. Вот. У меня мама, получилось, что у нее был сильный удар, перелом шеиных позвонков, она не смела выйти. Так как она врач, мы думали, она подойдет, не оказала нам никакой помощи. Вот. Ну, в общем, стали названивать они, я не знаю, кому. Потом приехали их родственники. Вот. Вы рассказывали какие-то слова угрозы, конфликт какой-то был? Ну, пассажирка, да, говорила, что, ой, да вы сли, у меня машина на Липецких номерах на 48-х. Вот. Он говорил, ой, да вы с Липецкого по-любому будьте виноваты, несмотря на то, что я ехала по главной дороге, а они выезжали со второстепенной, не уступили мне. Ну, в итоге так и получилось. Вы ехали в своей полосе, то есть не меняли траекторию движения, не выезжали на обгон, двигались в соответствии с правилами дорожного движения. Совершен был удар непосредственно на вашей полосе. Да. А ваше транспортное средство после удара где оказалось? Оно отбросилось, там, получается, во встречном направлении две полосы, и оно отбросилось на самую крайнюю правую сторону. А его транспортное средство? Уехало в поле на 20 метров от дороги. Есть что-то, расскажи, какие-то особенности в этом деле? Ну, на самом деле там все очень странно, потому что там экспертиза странная, и суд странно происходил, и очень там все непонятно. Ну вот меня возбудила, конечно, ситуация, что есть заключение экспертов воронежских, и есть заключение экспертов тоже воронежских, и они разнятся. Да. И они были обе приобщены к материалам дела. Да. И суд выносит все-таки, относится критически к эксперту, где вы правы, и не берет его внимания, и выносит решение. То есть, получается, по факту суд даже не посчитал нужным удовлетворить ваше ходатайство о том, что в другом месте проводилось в Москве, тоже в государственном органе, экспертизу, хоть где-нибудь, чтобы разъяснить ситуацию, потому что есть сомнения, потому что есть противоречия. Да. И всесторонне я не рассматривал по факту судья это дело. Вот меня и возмутило. У вас такое же мнение? Конечно. Раз вы обращаетесь в Верховный суд, какие повреждения вы получили в результате дорожных процессов происшествия? По здоровью? Да. Ну, у меня было сотрясение и всякие многочисленные ушибы. То есть, я делала слегка. А вот маму, у меня ей делали операцию, инвалидность. Третью группу ей присвоили. У нее был заменен участок шейных позвонков, имплант вставляли. То есть, как бы, больше всего пострадала авария мама. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что у вас произошло? В 2015 году, 16 мая, мы по главной дороге, Воронеж-Курск, двигались с дочерью в направлении Курска, по главной дороге. Подъезжая к перекрестку, у нас, значит, перед перекрестком на главной дороге стоял неопознанный автомобиль, типа джипа. Давайте уточним этот момент. Перекресток с Латном? Перекресток с Латном, да. Вот. И здесь, вот на этом перекрестке стояли автомобили, но они здесь всегда стоят, как бы, мы к этому привыкли, мы едем. По этой дороге я уже больше 40 лет езжу, на машине вот конкретно 10 лет, больше 10 лет, поэтому нас это не удивило. Но подъезжая, значит, мое внимание было приковано к джипу, который стоял на встречной полосе, и он нас пропускал, то есть у него горел левый поворотник, он нас пропускал. Я выточню один момент. Вы говорили в качестве пассажира. Я была в качестве пассажира на переднем сиденье, да, да. И когда, значит, я потом слышу уже, дочь говорит, куда ты, и одновременно нажала сигнал, и начала снижать скорость. Автомобиль стоит, и тут же перед нами, тут же, вот моментально, даже боковым зрением, честно говоря, не успела увидеть, как вот двигался с этого направления иномарка, фольксваген. И нам на перерез произошло столкновение. То есть мы, значит, он от удара, после удара, он проехал вот на ту грунтовую дорогу, туда вот за пределы дороги, да, а нас, значит, занесло навстречу и немножко развернуло. От удара? От удара. То есть у него была обязанность уступить, дорогу выдвигались по главной? Да. Чего он не сделал? После чего совершили... Да, да, как выясняется, у него не просто еще второстепенного знака уступить, дорогу стоит, как бы, пункт 13.9. Ну, поскольку тяжкий вред мной был получен, затем тяжкий вред оказался у водителя фольксвагена, хотя нас, мы, меня автомобиль скорой помощи забрал в БСМП, сделали рентгеновский снимок и оставили в отделении на лечение. Он появился после уже в 10-м часу, они приехали, дочь приехала, значит, ей поставили диагноз от трясения мозга, и приехал он. Ему поставили диагноз ушиб левой половины грудной клетки, и он был отпущен домой. Я уточню, в какое время произошло ДТП? В 16.30. Полиция приехала где-то, наверное, спустя полчаса, в пятом, где-то, да, в районе пяти часов, они приехали уже. Значит, наша сторона, по которой мы двигались, полосе, она была свободна, автомобили двигались в направлении Курска, встречное движение тоже не было перегорожено, потому что одна полоса была свободная, они объезжали Калину. По делу есть свидетель, и... Он двигался позади автомобиля, который совершил дорожный транспорт. Да, он стоял за этим автомобилем, также следствию дал свои показания, затем в Семиловском районном суде он тоже давал показания. Он здесь сейчас присутствует, мы от него получим комментарии. Да, да. Я Буквуков Сергея Александрович. Вы по делу проходите как свидетель. Ну да. Расскажите, что вам известно по данному делу? Ну, что именно рассказать? Ну, ехала за нарушительным, который выехал. Который двигался по вот этому делу? Да, да, да. Выезжал с Латного, правильно? Да, да, мы стояли вместе с ним вот на перекрестке, выезжали. Вы позади него ехали? Да, да, да. На каком автомобиле он был? На Гольф, в Фольксваген Гольф. Ну, стоял за ним так же, вот выезжали на перекрестке, хотели выехать. Я, ну, внимания как-то сильно не обращал, чтобы запоминать там. Посмотрел, он вроде поглядел налево, направо, в сторону. Ну, и выехал, е-мое, и удар произошел. Вы видели, как Фольксваген автомобиль совершал маневр поворот налево и совершил столкновение с транспортным средством, которое ехало со стороны ворота, со стороны Курска. То есть, вы считаете, что виновником в данном транспортном происшествии должен быть Фольксваген, правильно? Конечно. Ну, потому что он не уступил... Тут он знак, да, ставит, уступил дорогу. Столкновение где произошло? Ну, знаете, вот это не могу сказать. Там вроде как на суде было, там уже... Нет, что вы конкретно видели? Что я? Ну, он выехал быстро, там не до этого, где... Какой? Он достаточно быстро уступил? Быстро. А тут по-другому не выйдешь. Да, я так понимаю, он хотел проскочить? Ну, да, возможно, да. Возможно, он хотел проскочить. Я тут сам ездил, ну, часто. Тут только по-быстрому выезжать. То есть, интенсивное движение, соответственно, по-быстрому? Ну, да, тут федеральная Курска трасса, тут они все едут. Ну, он, когда подъехал перекрестку, он остановился и после чего... Конечно. Остановился, да, мы все ждали. Он поглядел в голову, влево-право. И потом как-то его нет, и он прям, ну, выезжает, Тёма. Я влево-то не глядел, может, девчонка вот ехала. И удар произошел, его подкинуло, он в поле уехал. Ему в какую сторону пришелся удар? В левую. В левую сторону, в какую часть автомобиля? Ой, часть, я не помню, да там, наверное, посередине, наверное, да. И, соответственно, он был отброшен в ту сторону. Да, да, да. А транспортное средство, которое двигалось со стороны Воронежа, оно выброшено было, отброшено на полустречное движение, правильно? Ну, да. Что дальше происходило? Ну, что дальше? Откинуло все. Ну, мы припарковались, переехали в ту сторону, и там сразу женщине вот плохо что-то стало там. Скорую вроде все вызвали. Ну, девчонка спросила, она сказала, вроде регистратор все есть, остановились. Как себя вел водитель, который совершил столкновение с данным транспортным? Да в панике, конечно. Как был. Там женщина у него с ним была еще вместе, вот плохо, и тоже что-то было. Она говорит, мы говорим сейчас в скорой, что плохо там, запереживали. Она говорит, да я сама врач, ничего не надо мне. То есть с ней все нормально? Ну, да. А как она себя вела? Она выражала какие-то эмоции? Ругались, да конечно ругались. И водитель Гольфа. То есть водитель Гольфа, то есть водитель Вольфсвагена и его пассажир Вольфсвагена, они выражали какие-то негативные эмоции? Ну, что-то было такое, я точно не могу. А что конкретно, не помните? Не, не помню, это уже как давно было. Какой вред получили вы, какой вред получила дочь как водитель? Значит, у дочки она теряла сознание. Первое, что вот я когда посмотрела на нее, у нее голова лежала на руле, и она какое-то время находилась без движения. Затем, когда она подняла голову, открыла дверь машины, дверцу поставила ноги на землю, похватила голову руками. Какое-то время она так вот посидела, потом вышла, посмотрела. И она направилась, тут уже остановились за нами, остановились очевидцы происшествия, которые ехали за нами, две машины. Здесь машина вот латного Сергея Быклыков, который развернулся и тоже остановился. Это третья машина, четвертая машина с Курска. Вышла женщина, молодая, и подошла к дочери. Она, когда дочка подошла к этому водителю, поинтересоваться, что произошло, что, почему он вылетел, он начал на нее кричать. И она молча развернулась и ушла. Вылетела из иномарки его жена, кстати, которая врач по образованию. И вместо того, чтобы поинтересоваться, какую помощь оказать или там скорую помощь вызвать. То есть это, конечно, я была в шоке. Она настолько некрасиво себя повела в данной ситуации. Она бегала, размахивала руками, она кричала на мою дочь, оскорбляла. Первые слова ее были. Да вы по-любому будете виноваты. Ну, вот, наверное, знала, что говорила. Значит, предполагала, что, я не знаю, стоит ли такое говорить, свое мнение высказать. Это мое личное мнение, что деньги связи, они делают очень много. Но я в этом убеждена почему-то. И, как выяснилось, значит, потом у дочки сотрясение головного мозга. У меня перелом двухшейных отделов позвоночника был прооперирован и был установлен имплант. Водитель Фольксвагена, он при первом посещении, значит, вечером ему поставили диагноз. И это есть в уголовном деле рапорт о получении телесных повреждений, где первой строкой я записана с переломом шейных отделов позвонка. И вторым стоит водитель Фольксвагена, у которого ушиб левой половины грудной клетки, он был отпущен домой. Но со временем, когда судмедэкспертиза выносит в отношении меня, что мне тяжкий вред, значит, экспертиза заказывается на водителя Фольксвагена. И у него в январе месяце, значит, причем... Какого года? В январе 2016 года. Причем эксперты у нас, судебно-медицинская экспертиза, у нас, значит, с дочкой... Мы все жители города Воронежа. Наша судебно-медицинская экспертиза проводится в городе Воронеже разными экспертами. У них, у него и у его жены судебно-медицинская экспертиза проводится в городе Семилуков одним и тем же экспертом. Значит, ему ставят, что у него пневмоторакс и перелом седьмого ребра. У нее, она заведующая женской консультацией в Воронежской больнице, больница многопрофильная, то есть там ставится перелом десятого ребра. У меня, конечно, вопрос. Я сама прекрасно видела, как человек бегал, размахивал руками, растикулировал с поломанным ребром. Я думаю, этого делать не будешь. Значит, снимки, я обратила внимание, изучая вот это, читая судебно-медицинскую экспертизу, у меня была представлена не только карточка с БСМП, но мне были представлены рентгеновские снимки еще, которые я обновляла периодически. У меня вот было у нас административное расследование. Там, конечно, он четко сказал, что без снимок он не может отнести на экспертизу, у него просто не примут. То там была представлена только одна карточка. И у жены, и у этого водителя Вольцвагена, то есть никаких рентгеновских снимков представлено не было. То есть вот насколько это правомерно, вот такие вещи. Но, тем не менее, заключение такое было, и поэтому получалось, что два тяжких вреда. Дело передали в уголовное. Хотя вот на стадии административного расследования я, конечно, интересовалась. Первый у меня вопрос был, когда мы встретились с дознавателем, а что случилось со второй стороной, какие у них там? Он говорит, они отделались легким испугом, у них все нормально. То есть экспертизу как бы не было необходимости им делать, проводить. Поэтому мы ждем закрытия вашего больничного листа, потом подаем на судебно-медицинскую. Там, смотря какой вред, или мы закрываем это административное дело, или, значит, передаем, если у вас тяжкий вред, мы передаем в другие инстанции, будет открыто уголовное дело. Ну, вот открывается уголовное дело, причем я признана потерпевшим в декабре 2015 года по постановлению следователя Гусева. А водитель «Фольксвагена» признается потерпевшим 9 июня 2016 года. То есть спустя, после того, как было якобы сделано заключение судебно-медицинской экспертизы полгода, и больше года после ДТП. Ну, вот такие нестыковки. В заключение, которое подается, там он перечисляет документы, которые он предъявляет уже в суд, да, закрывается дело и передается в суд. Я обратила внимание, что вот этот рапорт звучит только в отношении меня, что я была доставлена в БСМП с диагнозом таким-то. В отношении водителя «Фольксвагена» просто умалчивается. И затем обратила внимание в показаниях, которые дает вот даже водитель «Фольксвагена». Он говорит, вот в ее ноябре, 1 ноября, лист дела 81, вот у меня перед глазами, он дает показания, что у жены тоже, она как бы потерпевшая, у нее сотрясение головного мозга. Это 1 ноября 2015 года. И тут же в декабре она дает показания, что у нее перелом десятого ребра. То есть такие вот нестыков, которые ни следователи не настораживают, ни в дальнейшем суд не настораживают, ни работников прокуратуры. Сколько было судебных заседаний? Ой, в Семилуках было, это 2 месяца. Там было... Все в Семилукском районном суде? В Семилукском районном суде. Мы каждую неделю собирались. Было такое, что даже неделю по 2 раза мы приезжали, заслушивали там экспертов. Экспертиза не была назначена судом. Она была назначена следователем. И уже в суде защитник как бы настаивал. У нас мы заказали позже свою экспертизу. Причем стаж работы, по-моему, около 40 лет. И он в... Две разные, абсолютно разные экспертизы. Они друг другу противоречили. То есть на основании той экспертизы обвинения предъявили как раз? На основании, да, экспертизы, которые сделаны следствием. И передали уже материалы дела все в суд, где уже рассматривалось дело. И вы там в рамках судебных... И мы, нет, и мы, нет. Мы лично по своей инициативе, но защитник как бы озвучил эту экспертизу, и она была принята судом. Экспертизы разные. Ну, как бы адвокат настаивал и подал ходатайство для того, чтобы разрешить этот вопрос, подать дополнительную экспертизу, которую проведут в городе Москве. Такой же Минюз, такая же государственная экспертиза. Ну, судом это было отклонено. То есть им... Но вы самостоятельно все-таки сделали? Я самостоятельно, потому что меня как бы вот результат суда поверх в шок. И я до еще наступил приговор силу, я подала жалобу нашу прокуратуру, областную прокуратуру. Мне ответили, что... Первый ответ был, что пока приговор не вступает в силу, они не рассматривают такие жалобы. После того, как приговор вступил в силу, я, значит, опять обратилась в генеральную прокуратуру. Мне сказали, что вы судитесь. Ответ был примерно таком. Ну, продолжайте дальше судиться. Зажадите решение суда. Решение суда надо уважать, и поэтому ожидайте дальше. Я тогда стала писать в генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура, значит, пересылает в Воронежскую. У меня была возможность попасть на прием к заместителю прокурора Воронежской области. Я использовала этот момент. И когда я рассказала все факты, вот все, что я как бы наболела, все, что я думаю по этому вопросу, приложила... Я не просто пришла с жалобой, я прикладываю копии тех документов, которые в деле фигурируют, в наследстве, которые фигурируют. Застряло внимание по медицинской экспертизе. Обратите внимание. Я эти документы направляла у нас, значит, в департамент здравоохранения по вот этим увечам, с приложением документов, которые друг другу противоречат. Отправляла в Министерство здравоохранения, в Росздравнадзор. То есть есть везде официальные ответы и, естественно, в прокуратуре. Ну, вот сам факт то, что экспертиза, почему не принять бы, и чтобы поставить все точки на дым, чтобы сделано было в Москве, помощника, заместитель прокурора, как бы сказал, а что вы ждете? Почему сами тогда? Вот вы ждете, когда суд подаст, да? Ну, просто я прекрасно понимаю, когда суд затребует это, он ее принимает. А я как физическое лицо, ну, сделаю я дальше, что он говорит. Хорошо, езжайте, делайте экспертизу. Вот если она будет в пользу вашей дочери, мы это дело отправим на дополнительное расследование. Вернем на дополнительное расследование. Конечно, мы едем в Москву, заказываем экспертизу. Я приезжаю из Москвы, а мне уже отвечают, что мер прокурорского реагирования, в общем, не требуется. Нет оснований, да, нет оснований. Но, тем не менее, экспертиза заказана, мы получаем эту экспертизу. Когда, в общем-то, читаем эту экспертизу, я записываюсь уже к прокурору области, к Шишкину, прихожу на прием к нему. Экспертиза, схема, мы рисуем схему, я потом могу показать в цветных красках, чтобы было наглядно видно, где мы движемся, где стоят какие знаки, где главная второстепенная. Но, Шишкин говорит, вы, как бы, в суде были, были, решения суда есть, есть. А то, что вы заказали эту экспертизу, ну и что вы с ней будете делать, что дальше-то? Это же не судом экспертизы запрошат, ну это ваша личная инициатива. Ну и вот этот Верховный суд, конечно, как бы он говорит, ну и Верховный суд, он не будет, не примет и читать ее не будет. А суд, получается, уже вынес решение, после этого вы заказывали экспертизу? Да, да, это уже суд, приговор вступил в силу, мы уже, как бы, после результата областного суда, там, где рассматривалась апелляционная жалоба. Что по этой апелляционной жалобе? Ну, апелляционной жалобе, когда, меня, конечно, очень жаль, что у нас не было диктофона, что мы не снимали все на это. Это было просто, у меня ввела в заблуждение информацию, что в областном суде есть своя видео-аудиозапись. Но это, оказывается, по гражданским делам, по уголовным делам этого нет. Вот, когда защитник начал цитировать пункт 13.9, что он должен был освободить дорогу, судья произнес, это ваша личная трактовка. Он говорит, нет, вообще-то я это законодательством принято, пункт 13.9. Ну, как-то... Вот, и все. То есть там суд, это мы буквально, я не знаю, за час мы, наверное, нас особо никто и не заслушивал. И вашу экспертизу, которая сделана была в Москве? Она еще не была сделана. Она еще не была сделана. Представитель прокуратуры, прокурор, областной прокуратуры, вообще-то уже как бы я... А до этого почему не сделали экспертизу, до того, как рассматривали, во время рассмотрения дела? Во время рассмотрения... Мы вообще-то ожидали, что семилуки как бы примут решение наше ходатайство. Они приняли ходатайство, они рассматривали. Но уже оно было как бы нам отказано, уже и приговор был. То есть мы по-любому бы не успели. То, что будет, если мы, конечно, знали, что все это будет затянуто, и дело будет передаваться очень долго, все-таки дело передалось, наверное, в конце ноября. Вот с сентября, 19 сентября был вынесен переговор в семилуках, а в областной был назначен на 8 декабря, то есть он где-то в ноябре аж попал. Вот лично я думаю, что это будет намного быстрее, что мы все равно не успеем, что будет заявлено ходатайство в областном суде, может быть, там нам дадут такой шанс. Ну, так получилось, что адвокат и не смог заявить. Там настолько все быстро, он только хотел заявить, сказали, нет, это нужно было делать. Ну, сейчас он сам, наверное, скажет. То есть получилось по факту, что экспертиза, которая сделана здесь государственным органом в Воронеже, обвиняет вашу дочь в нарушении правил дорожного движения, а в Москве, в таком же государственном органе, ну, понятно, я так понимаю, более компетентно, раз она выносит экспертизу в вашу пользу, и, как говорится, никакой правды и справедливости не добиться. Не добиться, да. Помимо того, они вообще там немножко с критической точки зрения, как бы, к экспертам нашим воронежским, да, и они в последнем пункте не пишут, что вот эти заключения экспертов признаются ошибочными и необоснованными. То есть это есть вот наши экспертизы. То есть эти можно будет ознакомить? Да, конечно. Чтобы ознакомиться? Да, конечно. А в прокуратуру после этого писали жалобы для мер прокурорского реагирования? Я ездила лично в Москву, в генеральную прокуратуру, уже после Шишкина. У меня была уже возможность, как бы, с его ответом. Пока на рассмотрение. Пока на рассмотрение генеральной прокуратуры. Да, генеральной прокуратуры. То есть в ужас экспертизы, которая была в Москве, странно все полностью приложили, все материалы, жалите ответы. Что я вам хочу добавить? Я все-таки вот надеюсь на столедливый суд, надеюсь на Верховный суд. Мне и говорят, в Воронеже здесь, ну, говорят те же чиновники, что никто там ничего не читает, никто там ничего не смотрит. Ну, вот сейчас вот я, допустим, прямая линия с Путиным, я отправила вопрос. Ну, понятно, что в такой массе, может быть, мой вопрос будет и незамеченным. Ну, делаю все возможное, как бы, и хочется верить в то, что все-таки справедливость восторжествует. Но здесь уже, говорят, я не водитель, я не знала правил дорожного движения. Но вот жизнь заставила, я понимаю, что, ну, как-то все это неправильно получилось. Здравствуйте. Добрый день. Представьте, пожалуйста. Я адвокат адвокатской консультации Советского района, Макаров Сергей Иванович. Расскажите, пожалуйста, что вам известно по данному делу? Ну, по данному делу я являюсь до настоящего момента защитником водителя Сопроновой, который на данном участке дороги произошло на ТП. А что мне известно, ну, направление движения, естественно, пересказывать все дело, я думаю, смысла нет. Ну, несмотря вот на обвинительный приговор в отношении ее, я остаюсь при своем мнении. Считаю, что в ее действиях не было нарушений правил дорожного движения. Естественно, она не виновна в данном ДТП. Данный участок является перекрестком неравнозначных дорог. Я считаю, что те требования, установленные, которые имеются в правилах дорожного движения, они должны были соблюдаться всеми участниками движения. Если есть пункт 13.9 правил, это проезд перекрестка неравнозначных дорог, в котором указано, что водитель, выезжающий со второстепенной дороги, обязан уступить дорогу. Я вот подчеркиваю, что именно в правилах указано уступить дорогу. А не полосу движения, как считают эксперты, и, сославшись на этих экспертов, посчитал суд. То есть, эксперты считают, что должен был уступить только какую-то полосу? Да, так как эксперт посчитал, что вот она освободила якобы полосу, это по мнению эксперта, то все, в таком случае, значит, водитель Volkswagen Wolf имел право... То есть, он уступил таким образом? Уступил таким образом, да. Классная трактовка у экспертов. Да. В то же время в правилах указано дорогу, а дорога охватывает все полосы движения, как попутного направления, так и встречного направления. Поэтому, на основании чего эксперт сделал вывод, что вот должен был уступить только полосу, совершенно непонятно. Нет, у нас нигде ни в одном законодательном акте указано, что уступил там полосу или направление движения. Там указано конкретно, уступить дорогу. Все верно. А эксперты московские? Эксперты московские, во-первых, провели свою экспертизу по представленным им копиям документов, ну, практически всего материала дела. Они вычислили, что столкновение произошло именно на полосе движения Сопронова, водителя, и что мнение экспертов воронежских ошибочное и необоснованное. То есть они в пух и праве развести? Там конкретно, да, указано, что они неверно, как говорится, трактуют данную ситуацию. Эта экспертиза была сделана таким же государственным органом? Да, московским государственным. Перед этим была еще одна экспертиза, частная, скажем так. И они тоже подтвердили, что в данной ситуации Сопронова не виновата. Мы просили провести в суде экспертизу в Москве, потому что у нас, по сути, на тот момент было две противоположных экспертизы. Это обе воронежские экспертизы, и они давали противоположные ответы. А приобщена она была к материалам дела? Да, приобщена, но... То есть есть сомнения, так скажем, противоречия? Суд, скажем так, по формальным основаниям, да, принял ее, приобщил к делу, но по формальным основаниям мнение эксперта, который утверждал, что Сопронова не виновата, отклонил. Отнесся критически. Да, так и есть. Такими словами было указано, что суд относится к критике. Критика там начали сопоставлять, что якобы эксперимент не принимал участие, не использовались данные эксперимента. Однако и в первой экспертизе, в государственном, эксперты сами отклонили этот эксперимент. Сказали, что он необоснованный. То есть на основании тех документов, которые были, на основании них проводилась экспертиза. Да. И в том случае, и в этом случае. И в том, и в том. Почему-то критически оказалось там, где права. Только там, где права. Очень интересно, очень интересно. Суд выносит решение. В суде мы ходатайствовали, вот я говорю, по проведению Московск, нам отклонили. Сказали, нет необходимости, есть Воронежская, и этого достаточно. Вызвали экспертов воронежских. Ну, скажем так, по сути, вся экспертиза заключалась, вот Воронежская, в устном мнении. Там даже расчеты не проводились никакие. Вот мы так решили, так и будет. С чем тогда связано? Почему так эксперты отнеслись? Я не могу сказать, честно. Не могу сказать. Правила дорожного движения? Есть определенные правила. Я общался даже с экспертами той экспертизы, где проводилась. Они просто руками разводят, улыбаются. Говорят, ну они что-то там это, с ума посходили с таким мнением своим. Суд какое выносит решение? Ну, осудил, он признал ее вином. На основании вот этой экспертизы, по сути, там только экспертиза. На основании этой экспертизы суд обвинил Рогачева, ну, была она Рогачева, теперь Сопронова, обвинил ее в совершении ДТП. А к какому наказанию? Год ограничения свободы и лишения прав. На год или полтора уже. А ограничения свободы, каким образом это выгодит? Ограничения свободы, ну, это есть субъект местонахождения человека, ну, то есть проживание. То есть за пределы субъекта она не имеет права выезжать. В течение года? Да. Ну, это так называемый брасл. Как судья себя вела на судебное заседание? Вот была ли с ее стороны какая-то предвзятость? Ну, я считаю, да, в какой-то мере, возможно, и была. Потому что, по сути, свидетелями, как таковыми, больше за исключение одного, являются все либо родственники, либо знакомые близкие. То есть по делу проходят свидетели родственники? Родственники той и той стороны. И при этом, да, родственники Сопроновой к ним относятся критически, родственники второго водителя принимают, у них показания принимаются как бесспорные. Даже и сомнений не возникает никаких. Очень интересно. Предвзятость? Ну, возможно, да, в этом возможно и есть. Это, я считаю, неверная оценка суда. После того, как вынес решение суд, какие ваши действия были? Мы подали апелляционную жалобу, ее рассмотрели, но я говорю, по сути, там никто, по-видимому, я так считаю, лично мое мнение, никто не вникал. Все. Поэтому суд, приговор оставили без изменений. Мы обратились в кассационную жалобу, с жалобой с кассационной. Нам пришел ответ, что нет необходимости ее вообще рассматривать. После чего вы уже обратились в Верховный суд? Поэтому, да, обратились в Верховный суд, ждем оттуда ответ. Параллельно еще обращение в Генеральную прокуратуру? Ну, в Генеральную прокуратуру, ведь я знаю, вот, мама подсудима, осужденной теперь обращалась, да. Я понял. Ну, ждем тогда результата. Ждем результата, с надеждой, но ждем. Ну, а теперь, когда вы посмотрели этот сюжет, я зачитаю протокол опроса, где адвокат опрашивает сотрудника ДПС, который оформлял административный материал на месте дорожно-транспортного происшествия. Выдержки, самые главные моменты из этого опроса. Опрашивает сотрудника полиции по фамилии Малыхин Сергей Анатольевич, инспектор 8-го взвода ОБДБС, ГИБДД, ГУ, МВД России по Воронежской области. Вопрос адвоката. Что вы можете сообщить об обстоятельствах данного ДТП 16.05.2015 года? Ответ сотрудника полиции. ДТП произошло на регулируемом перекрестке на 200-м километре автодороги Курск-Воронеж, к которому с правой стороны по направлению в город Курск примыкает второстепенная дорога в направлении поселка Латная. Автомобиль Volkswagen под управлением Леонова до столкновения двигался по второстепенной дороге со стороны поселка Латная Семилукского района и должен был уступить дорогу транспортным средствам, двигающимся по главной дороге. В тот момент на этом нерегулируемом перекрестке находился автомобиль, со слов очевидца Volkswagen Tiguan, который подъехал со стороны города Курск и с включенным левым поворотом пропускал встречный транспорт, двигавшийся из Воронежа в Курск, чтобы осуществить разворот или повернуть в направлении поселка Латная. Со стороны Воронежа по направлению в город Курск двигался автомобиль Лада Калина под управлением Рогачевой. Вопрос. Как, согласно ПДД РФ, должен был поступить водитель Volkswagen Леонов? Ответ. Согласно пункту правил 13.9 на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления дальнейшего движения. Таким образом, водитель Леонов, подъехавший на автомобиле Volkswagen по второстепенной дороге, был обязан уступить водителю Лада Калина Рогачевой и Тигуану, находившимся на главной дороге. В ДТП явно виновен водитель Volkswagen Леонов, который должен был уступить дорогу автомобилям, находившимся на главной дороге. Очередность проезда перекрестка такова. Первым перекресток должен был проехать автомобиль Лада Калина под управлением Рогачевой, двигавшийся по главной дороге прямо в сторону Курска. Вторым должен двигаться автомобиль Volkswagen Tiguan, который с главной дороги осуществлял разворот или поворот в сторону поселка Латная. Третьим осуществлять выезд со второстепенной дороги на главную с поворотом налево должен был автомобиль Volkswagen под управлением Леонова. Изначально водитель Леонов сообщил, я остановился перед перекрестком, а потом начал движение. Это является подтверждением того, что он своими действиями лишил водителя Калины возможности определить опасность для движения, при котором он должен был снижать скорость. Вопрос. Были ли свидетели, которые непосредственно видели момент ДТП и действия водителей до ДТП? Ответ. Да. Свидетель ДТП Баклыков на своем автомобиле Volkswagen Venta. Перед ДТП подъехал к перекрестку со стороны поселка Латная и остановился позади автомобиля Volkswagen Леонова. Баклыков видел, что со стороны Воронежа к перекрестку подъезжает Lada Kalina, которую Леонов сначала пропускал, но потом вдруг резко с ускорением стартовал, намереваясь успеть проскочить. Однако Леонов не рассчитал, и по его вине произошло столкновение с Ладой Kalina. При этом автомобиль Volkswagen протащил Ладу Kalina на встречную полосу движения. Машины разлетелись. Так как автомобили разлетелись и оказались после ДТП, Лада Kalina на встречной полосе, а Volkswagen на обочине, то Леонов стал говорить, что Лада Kalina якобы двигалась по встречной полосе, что не соответствует действительности. Вопрос. Где было место столкновения? Ответ. Что касается места столкновения, то оно имело место на перекрестке, но точно никто не знает, где оно произошло. Место столкновения определяется комплексно по следам бокового сдвига шин автомобиля и осыпью частиц грязи, антикоррозийного покрытия и краски по размерам, сопоставимым с шероховатостью дороги, которая способна эти частицы задержать. Определять место столкновения по осыпи стекла и грязи согласно схемы ДТП неправильно, так как грязь и осыпь стекла по своим размерам не сопоставимы с шероховатостями дороги и не задерживаясь этой поверхностью перекрываются. По осыпи стекла это грубая ошибка экспертов. По эллипсу стекла от фар можно определить только направление перемещения автомобиля до момента столкновения. Вопрос. Каким образом виновной и осужденной оказалась водитель Лады Калина? Ответ. Непонятным образом виновным сделали девушку, водителя Лады Калина, которая двигалась по главной дороге и соблюдала все правила дорожного движения. Имела приоритет перед находившимся на второстепенной дороге автомобилем Вольксваген Леоновы. Вопрос. Вы были допрошены в качестве свидетеля? Ответ. Да. Обычно вызывают на допрос того инспектора, который отбирал объяснение от водителя. В данном случае объяснение отбирал мой напарник, а не я. Но вызывали меня. Я за 11 лет службы в ГИБДД ни разу не был допрошен нигде по поводу ДТП. Ни в следствии МВД, ни в следствии СК, ни в прокуратуре. Поэтому при допросе я доверился следователю. Я посчитал, что так как он также сотрудник полиции, то он запишет все так, как ему сказал. При этом я спешил, поэтому подписал протокол, не читая. Выяснилось, что следователь Гусев Максим, запомните эту фамилию и имя. Это от меня. Оказался на стороне водителя Леонова, потому что исказил мои показания. Он обманул меня, сообщив, что набрал мои показания с объяснений водителей, которые отбирал на месте ДТП мой напарник, Ключников Михаил. В суде после моего допроса судья стал уточнять, что говорила водитель Рогачева после ДТП. Я ответил, что не помню, так как к тому времени прошло полгода. Я до суда не видел своих показаний. Когда огласили мои показания, я услышал, что в протоколе записано о том, что я слышал, как Рогачева после ДТП говорила, что хочет объехать Volkswagen Леонова по встречной полосе. Однако это не соответствует действительности. Этих слов Рогачева не говорила. Из-за того, что следователь внес это утверждение от моего имени в протокол, в суде я не имел возможности отказаться от своих слов и был вынужден подтверждать ранее данные показания. Вот так вот сотрудник полиции сам в шоке от того, что девушка оказалась виновной. И не просто виновной, она оказалась осуждена по уголовной статье с ограничением свободы и лишением права управления. Девочка судима. Как вы считаете, это справедливо? Я думаю, нет. Ну а мы это дело так просто не оставим. Мы кое-что придумали. Пока об этом мы говорить не будем. Но все те, кто в этом деле сделал эту девочку виновной, они понесут свое заслуженное наказание. Так что ждите продолжения этой истории. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok